Продолжение следует... Продолжение следует... Далее, что нам понадобится? Препараты для консервации. Это консервант для шин, это силиконовый спрей, это консервант топлива, и на том, что мы заправили, можно будет ездить уже на следующий год. Бензин не портится. Консервант двигателя, внутренний, и полироль для того, чтобы сохранились все лакокрасочные покрытия. Консервант двигателя, внутренний, и силиконовый спрей. Консервировать грязные мутации был бессмысленно, поэтому основная операция это мойка. Для этого возьмем шампунь с плоском ликвимоле. Не пугайтесь, в розницу он продается в полулитровой посуде. Далее, когда мотоцикл высохнет естественным путем, продуем все сжатым воздухом. Он прекрасно высушивает. Итак, помыли мотоцикл и начнем консервировать двигатель и топливную систему. Для этого нам понадобится стабилизатор бензина, и для этого нам понадобится внутренний консервант двигателя. Начнем с топлива. Заливаем стабилизатор бензина. Его нужно будет 4 колпачка, то есть на бак 23 литра нужно примерно 100 мл состава. Он позволит использовать тот же самый бензин в начале следующего сезона и превратит коррозию во всей топливной системе. То есть карбюратор не надо будет промывать и перенастраивать. Итак, заканим бак. Остаток состава на следующий сезон. Срок годности 5 лет. Следующая стадия это консервация шины. От растрескивания, пересыхания и отвердения. Снимать этот состав при эксплуатации в новом сезоне тоже не придется. Итак, обрабатываем шин. Попутно обработаю этим же составом все резиновые детали. Шланги которых отсюда не видно, ручки, подножки. Защитим все окрашенные детали. Для этого нам понадобится губка, для этого понадобится полировальный платок и самое главное универсальное полирольное кремление. Принциплируем. Ее осталось еще много. Вы можете подготовить автомобиль в зиме. Поэтому не будем пересушивать поверхность. Приступим к собственной полировке. К растиранию того, что нанесли. Специально для эстетов и владельцев мотоциклов с кожаными кофрами. Средства для кожи. Ледер флэжи. Обрабатываем седло. И протираем его салфеткой. Подсохнет, будет просто блеск. Для защиты неокрашенного пластика, такой часто встречается на кроссовых мотоциклах, нам потребуется силиконовый спрей. Резиновые гофры тоже защищаем силиконом. Ну, избы силикона надо обязательно стереть. Особенно с тормозных дисков, чтобы не было потом мучительных болей. Продолжение следует... Следующий этап консервации, это смазка всех шарнирных соединений. Я использую тот же спрей, что и для консервации двигателя. Особенно важный момент, это смазка замка зажигания и всех других замков, что есть в мотоцикле. Продолжение следует... Ну вот, за неполный час времени мы провели консервацию. Полностью подготовили мотоцикл к зиме. И замечу, выглядит он как невеста на выданье. Точно такой же вы его вынете из гаража, сотрите пыль и будете радоваться. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!